Да. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ксения Шамова. Вместе с вами и гостями в студии каждую неделю знакомимся с современными книгами в программе «Да». Представляю гостю моей программы Елену Старыгину. Журналист, поэт, художник, много лет работала корреспондентом, была редактором молодежной газеты, рекламно-информационного издания, помощником руководителя по связям со СМИ и общественностью. В настоящее время свободный художник. Елена, добрый день. Добрый день. Рада, что меня так представили. Рада со всеми пообщаться. Вот не так давно состоялась презентация вашей книги «История в стихах и прозе. Я дождусь тебя. Без возрастных ограничений». И зайдя в контакт на страничку вашу. Я посмотрела много комментариев и вот этих впечатлений после презентации. А вы довольны, как все прошло? Честно сказать, довольна. И честно признаюсь, это первая в моей жизни презентация именно книги. Я очень переживала, придут люди, не придут. Я приглашала очень много гостей, но день был рабочий, поэтому было очень волнительно. Но я была очень счастлива, что был полный зал в библиотеке Герценко. И, в общем-то, презентация, мне кажется, что прошла удачно. Как строилась она презентация? Вы читали стихи, рассказывали о создании данных произведений, как это все происходило? Ну да, так и было. На самом деле, конечно же, я сначала несколько слов о себе рассказала, хотя практически все, кто был, все мои или давние знакомые, или недавние знакомые. Но, тем не менее, напомнила о себе. Ну и, конечно же, читала стихи. Без этого, я думаю, что презентации и быть не может. А как долго писалась книга? Я увидела, что самое раннее стихотворение написано в 1999 году. Ну, я пишу стихи, в общем-то, всю свою сознательную жизнь. Наверное, если быть еще более точной, детские стишки, начала писать класса с третьего. Ну вот, в общем-то, пишу, на самом деле, всю жизнь. И всю жизнь мечтала, у меня их достаточно много, всю жизнь мечтала издать. Но те, кто пишет, наверное, согласятся со мной, что проще что-либо написать, чем издать. Потому что издание – дело такое хлопотливое, серьезное. Выбрала сборник стихов не очень большой. Я выбрала, ну, самые, может быть, такие животрепещущие на сегодняшнее время. А тем более у меня презентация была 22 июня, в День памяти и скорби. И сборник очень символично вышел к 9 мая. То есть стихи на военную тему. И да, тут собраны стихи разных лет. Первые правильно сказали, что 1999 год – это поэма, которая была написана к моему роману «Зарева». Немножечко доработанная, потому что прошло время, жизнь немного изменилась. И тем более сегодняшняя ситуация, мы смотрим на все другими глазами. То есть я эту поэму дополнила. То есть вот первый стих, первая поэма в моем сборнике датируется 1999 годом. Ну, и там, естественно, стихи сегодняшнего дня и 14-го года. Ну, и вот такие совершенно разные. Он не очень большой, тема тяжелая. Тема «Перегружать я его не стала» сборник. Вот такие на военную тему и грустные печальные стихи. Мы с вами сейчас до эфира как раз обсуждали рассказ. И я задала вопрос, а кто же «Зайка»? Да, в сборнике есть один рассказ. Естественно, тоже тема военная. Называется «Зайкина победа». Я написала его со слов моей мамы. Моя мама, ее зовут Зоя. И вот брат в детстве называл ее «Зайка». И вот эта «Зайка» мне рассказала, как она прошла тяжелые годы войны. Она была подростком, работали наравне со взрослыми. Очень рассказ ее у меня оставил глубокий след. И отсюда валился в рассказ уже на бумагу. В сборнике использованы фотографии ваших живописных работ и авторские композиции Яны Соловьевой. Когда Яна получила книгу, для наших слушателей скажем, что она находится в другом городе, то написала следующее. «Спасибо за мой персональный экземпляр книги, где нашлось место моим работам. Я ее прочитала сразу, как получила на почте. Села на лавочку на станции, читала и плакала». Да, все верно. Работа Яны Соловьевой. Это замечательный художник. Она занимается и живописью, и делает кукол. Но ее работы куклами назвать очень сложно. В сборнике у меня есть фотографии ее работы. История одного мишки. То есть стих называется «История одного мишки», а у нее ее работа точно так же называется. И однажды на выставке, на которой мы вместе принимали участие, на кукольной выставке, я увидела эту композицию, мимо которой прийти было совершенно невозможно. Она разрывала сердце, слезы катились градом. Это история одной еврейской семьи. То есть работа разделена на четыре сектора. Молодая семья. Мама держит маленького ребенка. Еврейская молодая семья. Папа шьет мишку. Следующий сектор. Мама постаревшая. Ребенок лет пяти примерно. Мама стоит с узелком. Скорбное лицо. То есть папа в фашистских застенках. Следующий сектор. Мама истощенная. В полосатом халате. В концлагере. Прижимает к груди мишку. Вот этого маленького красного мишку. И последняя совершенно невыносимая сцена. Это обуглившаяся груда. Тел, игрушек. Чего-то там еще. И наверху маленький красный мишка. То есть эта работа меня настолько впечатлила. И вот вылилась в стих, который я точно так же назвала. То есть Яна, это на самом деле мастер своего дела. А о ваших работах тоже расскажите. Книги использованы в сборнике. Использованы мои живописные работы. Живописью я занимаюсь не очень давно. Хотя любила рисовать всю жизнь. Но вот сейчас настолько окунулась, настолько погрузилась, что прям вот не хватает времени в сутках. И я готова делать, не знаю, заниматься всем чем угодно. Да, к своим стихам я написала несколько картин. Это работа маслом. И вот они тоже, в общем, в частности, например, картина «Старый солдат» или «45-е» про девушку, которая возвращается с фронта. Ну и вот еще несколько работ. У нас есть традиция завершения программы. Вопрос следующему гостю задает тот, кто был на прошлой программе. Вопрос от Кирилла Степина звучал так. Сколько у вас настоящих друзей? Я не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Во-первых, сразу скажу, что мои самые лучшие друзья – это моя семья. Это мой муж, это мои дочки, дочки-подруги, муж-друг, соответственно. Ну а вообще я дружу только с хорошими людьми. Даже не могу сказать, их очень много. А теперь ваш вопрос следующему гостю. Что для вас есть жизнь? Сегодня мы познакомились с автором книги Еленой Старыгиной «Я дождусь тебя». Елена, прочитайте в завершении программы стихотворения. С удовольствием. Мой сборник начинается с небольшого стихотворения «Я хлыновчанка». И я не зря поставила его, этот стих, первым, потому что в наше время кто-то, может быть, стесняется говорить, какой он национальности. Ну а я горжусь, и поэтому мой стих именно вот с таким подтекстом. Открою дверь, а там Святая Русь. Полощет ветер, рожь по краю поля. Мне Богом дадена моя простая доля. Я русская, и этим я горжусь. По небу облака бегом, бегом, и я за ними бешено несусь. Я вятская, и этим я горжусь. Я вятская, и здесь мой отчий дом. Звон колокольный, солнце через край. То хлещет дождь, то слышится раскат. Здесь был когда-то древний Хлыновград. Я хлыновчанка, здесь мой светлый рай. С вами были Ксения Шамова и Елена Старыгина в программе «Да». Да.